Любая сделка в венчуре – это марафон. У нас русских денег в фонде нет и никогда не было. Самое сложное – это первая сделка, и ее забыть не получится. А вы сейчас этому коллеге не позвоните периодически, не говорите «ну что, съел?» Мне кажется, вы уже заработали себе на сторис, да? Ну, это недостаточно амбициозная цель. Всем привет, это Forbes Capital, я Елена Тафанюк. И сегодня у нас практически герой сериала «Миллиарды» Бобби Аксельрот, директор по инвестициям фонда «Раша Партнерс» Александр Лупачев. Александр, здравствуйте. Добрый день. Вы работаете директором по инвестициям в фонде «Раша Партнерс». Вы как Бобби Аксельрот, «Миллиард». Спасибо. Звучит очень лестно, но нам до Бобби, как до луны, мы простые труженики инвестиционного фронта. «Раш Партнерс» – это, наверное, номер два игрок на рынке прямых инвестиций в России уже больше 25 лет. Вместе с Бэрингом и ЮДЖИ были основателями этого направления инвестиционного. А я последние семь лет отвечаю за технологические инвестиции в рамках этой группы. Отдельный у нас есть фонд, называется «Раш Партнерс Технологис». 14 инвестиций, 4 выхода, 10 компаний в портфеле. Один из активных игроков. Сколько денег под управление? Какой суммой вы распоряжаетесь? Сейчас около 250 миллионов долларов, если говорить про технологический фонд. Общее хозяйство «Раш Партнерс» – около миллиарда. Мы, в свою очередь, входим в большую международную группу, называется «Сигулергав». Базируется в Нью-Йорке и работает во всех emerging markets. Развивающиеся рынки – Китай, Индия, Латинская Америка и Россия. Из четырех выходов, которые вы назвали, какая была самая успешная сделка? У нас принято считать по созданному капиталу общая сумма прироста. По такому показателю номер один – это компания «Глобал Лоджик». Она, может быть, не у всех на слуху. Это разработка программного обеспечения на заказ. Достаточно большая компания с миллиардными оборотами. Мы пару лет назад полностью ее продали другим инвесторам за сумму порядка 2 миллиардов долларов. А купили? В пять раз дешевле. Соответственно, это для нас, наверное, история успеха номер один. Если смотреть не в абсолютных показателях, а в относительных, прирост капитала в процентах, то, наверное, номер один – это компания «Энджинкс», или еще в России известная как «Энджинэкс». В принципе, она у многих на слуху… Это та, на которой был скандал с Грефом? Ну, это та, на которой в свое время крутился Фейсбук. Мы ее так называем. Это, по сути, серверное программное обеспечение, которое позволяет серьезно ускорять и повышать производительность. Сделано выходцами из «Рамблера». Пользуется успехом глобально, не только в России. Мы были счастливыми инвесторами в течение многих лет. Но вы вышли до того, как «Рамблер» начал претендовать на них. Да, компания была полностью продана, все инвесторы вышли. И для нас это была очень удачная инвестиция. Сколько вы заработали в «Эксах»? Около семи. Ну, то есть вы не тянетесь за 10, 20 икс? Мы всегда тянемся за максимум, но не всегда решение зависит только от нас. А какая была самая сложная сделка? Вы помните такой? Самая сложная – это первая сделка на практике. И ее забыть не получится. Где-то 15 лет назад, когда я только начал заниматься прямыми инвестициями, такой свежий выпускник бизнес-школы, тогда я трудился в… Вы закончили Гарвард? Да. Тогда как раз мне довелось поработать в компании «Эксесс Индэстрис». Это фонд Лена Блаватника, одного из миллиардеров, тоже выходец из нашей страны. Он как раз в тот момент, в 2005 году, активно смотрел на альтернативные отрасли. Деньги он сделал на нефть и алюминий. Он достаточно заинтересовался медийным сектором и инвестировал в компанию «Амедиа». «Амедиа» тогда был производителем сериалов, кино номер один в нашей стране. Если помните, «Моя прекрасная няня». Я помню, да. Все истории. Это была моя первая сделка. Достаточно непростая, поскольку в 2005 году, если помните, какие были реалии бизнеса, то есть структуры никакой, отчетности никакой, все на отношениях, и нужно срочно делать сделку. То есть не просто покупать акции, но выстраивать структуру владения, делать первую отчетность, договариваться по due diligence со всеми партнерами, чтобы понимать, как все реально работает. Плюс в тот момент и посоветоваться особо было не с кем, поскольку медийный сектор был относительно новый. Пришлось по 2 часов в сутки, 7 дней в неделю этим заниматься, но в итоге все удачно сложилось. Структурировали и медийную часть, и студийную real estate, недвижимость. Тогда, наверное, я бы один не справился, если бы не помощь грамотных юристов. Тогда помогал Александр Рапопорт, он сейчас известен как ресторатор, а тогда был классным корпоративным юристом. Какие все это эмоции у вас вызывало? Отчаяние? Или напротив упорство? Это всегда американские горки. В любой сделке есть моменты, когда кажется, что все пропало. Ну и кульминация, когда все подписано, все сделано, это большое счастье. Какое качество самое главное для венчурного инвестора человеческое? Это упорство, умение разбираться в людях, внимание к деталям. Что? В конечном счете это вера в предпринимателя, в его бизнес. Марафонские качества, выносливость. Любая сделка в венчуре, особенно в России, это марафон. Это не год-два, это 5-7 лет в среднем. Бывает и 10, бывает и 20. Вот классический пример – Озон. Это 20 лет с момента инвестиций и миллиарды долларов, которые компания освоила, значительные изменения в бизнесе. Это вот примеры того, к чему надо быть морально готовым. То есть нужно иметь крепкие нервы и не жалеть миллиардов долларов. И уметь ждать. И верить. На сайте Russia Partners в разделе про вашу биографию написано, что вы занимаетесь очень много медийными активами. Я так понимаю, что это растет из первой вашей сделки, про которую вы уже рассказали. Интересно вас расспросить именно про медийные активы и про инвестиции в медийные активы. Это вообще живой бизнес, чем туда инвестировать? Просто мне, как журналисту, кажется, что медийный бизнес – это вещь, которая приносит только геморрой. Ну, у любого бизнеса есть изнанка. И тот, кто этим бизнесом занимается, безусловно, видит все стороны. Но, отвечая на ваш вопрос, медийный бизнес живее всех живых. Это видно по многим компаниям, которые у всех на слуху. Тот же TikTok. То есть компания всего несколько лет, но уже капитализация под 100 миллиардов, выручка около 30 миллиардов долларов в этом году, миллиарды пользователей. Это примеры бизнеса, построенного на медийке, на контенте. Если говорить о таких более устойчивых компаниях, тоже крупнейшее IPO этого года – Warner Music. 15 миллиардов долларов компания и за два месяца даже подросла с момента выхода на биржу. В свое время тот же Access Industries 9 лет назад ее выкупил по оценке около 3 миллиардов. По сути, в пять раз увеличил капитал на большой сумме. Это примеры того, что не только на одном программном обеспечении строится венчурный бизнес, бизнес прямых инвестиций. Медийка отлично растет. А что бы вы сейчас инвестировали в Россию? В медиа? По вашей специальности? Ну, Россия достаточно большой рынок и, в принципе, можно отталкиваться от успешных зарубежных моделей, которые требуют глубокой местной локализации. Понятно, что тот же TikTok в России сам работает без какой-либо поддержки. А вот сделать что-то, связанное с тем же user-generated content, то есть с пользовательским контентом, но на основе новых технологий, AR, VR, используя как раз российский программистский ресурс, на мой взгляд, вполне возможно. Причем вполне также возможно изначально ориентироваться на международные рынки, как это делали те же компании Prisma, Masquerade и так далее. Уважаемые стартаперы, обратите внимание, чем заняться. Кто такой хороший венчурный инвестор? Хочется ответить как-то в исприне, что хороший венчурный инвестор – это тот, кто приближает светлое технологическое будущее. Скажу немножко прозаичнее. Хороший венчурный инвестор – это тот, кто приносит прибыль своим клиентам, пайщикам фонда. Если пайщики фонда счастливы, если они поддерживают этого инвестора в его следующих фондах, создают серию, это признак хорошего венчурного инвестора. Вам приходится общаться с пайщиками вашего фонда на предмет каких-нибудь претензий? Вот мы записывали предыдущую серию Александра Галецкого, и у него есть тезис, что русские деньги очень токсичны. Я не знаю, вы берете русские деньги или нет, скажите, не потому что они политические, а потому что люди не понимают, что их нужно оставить, что их не надо изымать. Ну, в общем, ему сложно с ними общаться, объяснять, что это вечерная инвестиция, что нужно ждать. У нас русских денег в фонде нет и никогда не было, хотя мы называемся Russia Partners, инвестиционное партнерство России. Действительно, в России само понимание термина Limited Partners, партнер с ограниченными правами, пока еще не прижилось. Давайте уточним сейчас для тех, кто не понимает, что Limited Partners – это те люди, которые дали деньги, но не занимаются управлением. Да, это пайщики фонда. В принципе, в России, ну и не только в России, в Китае, например, капитал, по сути, первого поколения, он персонифицирован, он неинституциональный. И за деньгами всегда стоит какая-то личность достаточно успешная. И им ментально очень сложно смириться с мыслью, что они будут ограниченным партнером в каком-то партнерстве. Здесь нет ничего нехорошего, не плохого, это просто некоторые реалии первого поколения становления капитала. Мы же представляем все-таки структуру, которая работает по институциональным правилам и в основном питается обезличенным капиталом пенсионных фондов, эндаументов и так далее. Вот, это долгий ответ на ваш вопрос. Если кратко, мы стараемся поддерживать позитивные отношения со всеми нашими пайщиками, пенсионными фондами, эндаументами, институтами развития зарубежными. Стараемся держать их в курсе того, что происходит, не только на ежеквартальной основе. Но это не люди, они не звонят вам в трубку, это корпорации. Ну, они звонят и пишут, и когда на рынке происходит что-то неожиданное, естественно, они хотят оперативного ответа. Самый лучший ответ на все их опасения – это выходы, экзиты из портфельных инвестиций и возвращенные им деньги. Деньги, которые к ним приходят на счет, компенсируют все эти страхи, которые они узнают, читая утренний Financial Times. Помимо того, что у того же Александра Гальцкого, апеллируя нашей первой серии, помимо мнения о том, что русские деньги токсичны, у него есть еще мнение, что еще и русские компании токсичны. Вы как бы согласны с этим мнением? Вы сказали, вы посмотрели интервью. Не согласен. Русские компании, наши предприниматели не токсичны. Мы видим, как они последние пять лет активно развивают бизнес за рубежом и в Америке, и в Европе, и в Азии. Мне приходилось встречать наших предпринимателей в таких странах, как Бангладеш. Мы не видим особой токсичности. Да, есть первые годы определенной сложности, связанные, по сути, с жизнью эмигрантской, с адаптацией к новой среде, к новому языку, понятийному аппарату, правилам бизнеса. Но нет изначальных предрассудков относительно наших людей как предпринимателей. Понятно, что этот процесс адаптации, он требует определенных усилий со стороны человека, который начал развивать международный бизнес. Нельзя идти по пути наименьшего сопротивления, продолжать общаться только в своей русскоязычной тусовке. Нельзя создавать Москву на гудзоне, перевозя с собой весь русскоязычный штат. Нужно как бы выстраивать местную структуру. Но если следовать местным правилам бизнеса, то воспринимают вполне адекватно. Большинство технологических предпринимателей в той же Америке – это эмигранты. Вы инвестируете в те команды, которые глобальные, как и все прочие венчурные инвесторы? Три четверти нашего капитала инвестировано в компании-экспортеры, как мы их называем. У них штат программистов расположен на нашей территории, штаб-квартира, офис продаж, сам предприниматель, как правило, за рубежом ближе к клиенту. Такой бизнес позволяет в том числе диверсифицировать валютные риски нашего фонда. Мы все-таки фонд долларовый, и любая девальвация для таких компаний-экспортеров наоборот в плюс. То есть вы не считаете российский предприниматель токсичным, несмотря на ваши конфликты, которые в прессе упоминались про банки.ру? И был еще конфликт, который я встретила искротелеком. Ну, в прессе действительно встречаются такие истории. Они не касаются нашего зарубежного портфеля, это российские истории. Мы, в принципе, с большим пиететом относимся ко всем нашим предпринимателям. Мы с бесконечным уважением, мы понимаем, они умеют делать то, что не можем мы. Но, тем не менее, важно понимать, что мы являемся партнерами наших предпринимателей, но они не наши клиенты. Наши клиенты – это пайщики нашего фонда. И когда интересы пайщиков нашего фонда расходятся с чьими-то еще, мы должны защищать интересы наших инвесторов. И тогда действительно возникают истории, которые иногда попадают в прессу. К сожалению или к счастью, но наш бизнес – это не только скачки на розовых пони-единорогах. Это довольно тяжелая работа, марафон, как я уже говорил. И за это время действительно бывают в бизнесе сложности. Иногда объективные, иногда субъективные, продиктованные внутренними или внешними причинами. Если говорить о тех историях, которые вы упоминали, то обычно они, не хотелось бы привязываться к определенной компании, но в целом и общем они обычно связаны с тем, что компания в какой-то момент перерастает своего основателя. Становится слишком большой и сложный для того, чтобы ее мог эффективно управлять основатель-самоучка. И если мы посмотрим на примеры крупнейших российских успешных бизнесов, всегда происходит переход к профессиональной управленческой команде. Вроде бы выглядит логично. Даже тот же Аркадий Волош в какой-то момент уступил образы управления следующему молодому поколению наемных менеджеров в том же Хэдхантере, в Циане. То есть есть такие примеры, но они лишь в теории звучат просто. На практике это всегда сложный, иногда мучительный процесс, многолетний. Процесс перехода от отцов-основателей к профессиональным наемным управлянцам. А это вообще справедливо по отношению к основателю? Это выгодно даже основателю. Как с точки зрения развития бизнеса, капитализации, так и с точки зрения качества жизни основателя. Управлять большой компанией – это тяжкий труд, каторжный практически. И для основателя, особенно когда он почувствовал вкус денег, больших денег, начал ценить свое свободное время, довольно непросто совмещать какие-то увлечения, реальные увлечения в жизни, хобби и тяжкий ежедневный труд по управлению многотысячным коллективом. Ну, Марк Сукерберг, по-моему, не тяготится. Марк – это один из немногих примеров, когда основатель растет вместе с компанией, может быть, даже чуть быстрее. Но, как правило, этого не бывает. Чаще всего, да. А в каких признаках вы понимаете, что компания переросла основателем и нужно что-то делать? Нет какого-то одного единственного индикатора, вроде как давления или температуры тела. Скорее видно по тому, как психологически нарастает у человека усталость, как все тяжелее становится бороться с конкурентами, в том числе зарубежными, как реагирует коллектив. Коллектив же тоже меняется со временем и качественно, и количественно. То есть обычно к такому решению акционеры, все акционеры, и финансовые, и основатели приходят постепенно. То есть обычно такое решение зреет 2-3 года, и не всегда идет гладко. Но они сами приходят к нему? Или вы им помогаете? Это происходит в диалоге. Чаще всего в какой-то момент основатели сами начинают искать себе помощника человека номер 2 с расчетом на то, что когда-то он станет у руля. Но еще раз, это не линейный процесс. То есть это не экономика, это не финансы, это чистая психология. И обычно уходит несколько лет на то, чтобы просто осознать проблему. А как вы принимаете решение? Вот тоже с точки зрения психологии, кому дать денег, кому не дать денег? Кого инвестировать? Или для вас цифры важнее, Excel важнее? И то, и другое важно. Мы все-таки инвесторы более поздних стадий, чем тот же фонд «Алмаз». Мы обычно являемся инвестором 2-3 раунда, когда уже есть определенная структура. Уже немножко попроще, не нужно уже проникать в душу этого предпринимателя, а можно посмотреть в таблице. Да, да, уже не младенцы, уже подростки. То есть есть уже какая-то история компании, есть финансовые показатели, есть клиентская база. Есть у кого спросить мнение и совет. Для меня краеугольный камень номер один – это счастливый клиент. Если у компании есть счастливые клиенты, это значит, что все остальное сложится. Технологии – это скорее инструмент реализации бизнес-модели. Мы действительно смотрим на цифры, потому что цифры должны сходиться. Обычно инвесторов приглашают на покрытие как раз кассового разрыва, но этот кассовый разрыв должен в какой-то момент превращаться в прибыль. Третий момент, и здесь мы скорее в унисон работаем с инвесторами ранних стадий – это личность предпринимателя. Он должен быть, во-первых, не один, действительно в команде, интроверт, экстраверт, за фронт, за бэк отвечающий. То, что называется хастлер и хэкер. То есть с другой стороны, должен быть достаточно высокий уровень энергии и амбиций для того, чтобы двигать большой тяжелый бизнес вперед. Должен быть определенный уровень агрессивности, чтобы победить конкурентов. В то же время эта агрессивность не должна зашкаливать. Так, секунду, если к вам предприниматель на вас дарит, у вас это сигнал, что надо дать денег? Это сигнал того, что он действительно хочет добиться успеха. Мы спокойно относимся к эмоциональным всплескам, стараемся не отвечать в том же режиме, но тем не менее мы должны видеть, что человек способен побить своих конкурентов на рынке. В то же время, все-таки должен быть определенный уровень этики, чтобы эта агрессия не распространялась на нас, на миноритарных акционеров. Это непросто. То есть вам качество, умение конкурировать? По сути, да. Боец должен быть. Боец. Интересно. Кому вы никогда не дадите денег? Есть формальные критерии. Никогда не дадим тем, кто так или иначе был замечен в мошенничестве, подводил своих партнеров, клиентов, сотрудников. Вот таких на рынке, к сожалению, много. Есть критерии не абсолютные, но по совокупности факторов влияющие. Как раз вот уровень амбиции и энергии. Большие цели в жизни должны быть у человека. И если говорить на практике, то, что является зачастую стоп-фактором, это человек, у которого есть много разных бизнесов. То, что мы называем токарь-многостаночник. Серийный предприниматель? Не совсем. Серийный, он идет последовательно. Вот классический пример серийного предпринимателя – это Олег Тиньков. Один бизнес-продавец. А есть те, кто делает это не последовательно, а параллельно. Сразу 3-4 бизнеса, он и там, и здесь. И везде старается успеть, и нигде не успевает. И постоянно идут переливы из одного в другое. Разный состав акционеров. Как правило, это ничем хорошим не заканчивается. У нас в России таких предпринимателей немало. И всегда есть ощущение, что вершки, корешки, то есть непонятно, почему мы должны быть именно в этом бизнесе, а не в другом, и не во всех. То есть это один из стоп-факторов. Как вы это обнаруживаете? Они сами рассказывают, или вы проводите какое-нибудь расследование? Как правило, сами рассказывают. Мы проводим много времени в таких диалогах, перед тем, как инвестировать и формально, и неформально. Пытаемся понять, что движет человеком. Но это не отменяет также и стандартных инструментов проверки, то, что называется due diligence, финансово-юридического, СБ. Все-таки большие деньги, большая ответственность. С расследования все-таки, ну, собственные силы. Есть специально обученные люди, которые это делают лучше, чем мы. Видимо, они же находятся счастливыми клиентами. Нет, с счастливыми клиентами мы стараемся общаться сами. То есть созваниваемся, встречаемся, задаем стандартные вопросы, стараемся услышать, что им нравится, что хотели бы улучшить и так далее. Это часть нашей работы. Есть ли какая-то сделка, которую вы не совершили, не совершили и жалеете? Есть ошибки вот как раз второго рода, когда упустили единорога. И они, на самом деле, гораздо болезненнее, потому что на ошибках первого рода максимум, что ты потеряешь, это 100% своего капитала. На ошибках второго рода можешь упустить и тысячу, и две тысячи процентов. Вот такая история есть и у меня. Это индийская компания ByJu. Это сейчас крупнейший игрок в онлайн-образовании в Индии. По последнему раунду капитализация 10,5 миллиардов долларов. Я в свое время познакомился с основателем ByJu как раз 4 года назад в Дели и договорился о хороших условиях сделки по оценке меньше 300 миллионов. Сейчас мне больно стало. В этот момент, да. И даже договорился, он приехал в Нью-Йорк на наш инвескомитет, но комитет не прошел. Сказалась негативный отзыв, негативная оценка нашего коллеги из индийского офиса. То есть я недостаточно провел домашнюю работу как раз с этими ребятами. А вы сейчас этому коллеге не позвоните периодически, не говорите? Ну что, съел? Ну, коллега бывший иногда позваниваю, да. Вот, но это сделка у всех на слуху, на виду. Компания реально звездная. И, в принципе, позволяет сделать хорошие выводы, как надо правильно делать сделки. А в чем вообще смысл жизни венчурного инвестора? Вот где та цель, к которой вы идете? Звучит, может быть, немножко странно, но моя цель – это сделать следующее поколение наших пенсионеров чуть богаче. Наших пенсионеров? Наших российских. То есть вас беспокоит проблема бедности старшего поколения? Да, потому что мы со временем все становимся старше, и демография в нашей стране, к сожалению, не позволяет эту задачу пустить на самотек. Если ничего не делать, то с каждым годом будет все сложнее. То есть вас лично она беспокоит? Вас лично беспокоит ваша старость? Нет, я скорее думаю, в целом и в общем… Мне кажется, вы уже заработали себе на старость, да? Ну, если честно. Ну, это недостаточно амбициозная цель. А вы что-то вот, кроме того, что вы про это думаете и ждете, вы что-то этого пытаетесь делать? Я не знаю, может быть, говорить с какими-то регуляторами, проводить какую-то работу, агитацию? Да, да, и здесь мы этим занимаемся последние лет пять. Я вот на общественных началах являюсь предправлением фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. Это крупнейший российский эндаумент по своей структуре, по сути, как пенсионный фонд, но работающий только на одного пенсионера на Сколтях. В принципе, также регулируется нашим ЦБ, в конечном счете, и мы стараемся на практике отработать такие методы, которые позволят подобным эндаументам, а дальше пенсионным фондам, вкладывать в альтернативные инвестиции, в долгосрочные проекты. Кто самый крутой венчурный инвестор в России? Ну, из тех, с кем я лично знаком, я думаю, что это Юрий Мильнер. Он был, наверное, один из трех отцов-основателей венчурного капитала в России, наряду с Леонидом Богославским и Виктором Ремши из Финама. Сейчас все трое работают не только в России, не столько в России, глобально, но Юрий из них объективно самый крутой и количественный, и качественный. А стартапер? Только не говорите, что Тинькофф. Тинькофф не совсем стартапер, конечно. Ну, когда-то был. Да, он объективно сделал деньги для многих инвесторов в разных отраслях. То есть, действительно, уникальное сочетание предпринимательских качеств. Но есть и не только он. В принципе, если говорить не о прямых инвестициях, а о венчуре, то, на мой взгляд, самый успешный – это Андрей Андреев из Баду. Он в свое время начинал здесь, компания Spilog, Mamba. Это вот как раз из портфеля Финама. И дальше, последние 10 лет с лишним развивал компанию из Лондона на глобальных рынках. Дейтинговая сеть в прошлом году продала полностью фонду Blackstone по оценке больше 2 миллиардов долларов. То есть, в принципе, история успеха. Спасибо. Спасибо.